Приветствую вас и думаю трудность в том, что и для вас, и для вашего мужа те отношения, которые сейчас сложились, являются в большей степени привычкой, а не в большей степени именно сложившаяся стратегия поведения, которая выстраивалась годами. А именно, мужчина изначально был пассивным, мужчина изначально принимал вас, принимал ваши инициативы, ваши порывы, ваши чувства и брошу. Все это он делал, как бы сказать, пассивно. И в итоге, эта пассивность за то время, пока вы горели, чувствую, так в него въелось, что по-другому он уже с вами не умеет. И по-другому, наверное, сам он уже не умеет. И поэтому, когда вы умеете, все у вас нехорошо, но все у вас спокойно и никак. Итак, когда вы порознь, в частности муж, ему хочется к вам вернуться. Потому что он понимает, что без вас он никто. Он понимает, что без вас он один. Он никому не нужен. Что действительно он не умеет обращаться с женщинами. Что действительно он не умеет проявлять инициативу. Он не умеет завоевывать. Ведь вы, по сути дела, завоевывали его. Вы, а не он. И поэтому вы сами понимаете, что происходящее обусловлено тем, что и вы, и он друг от друга зависят. В чем? В реализации своих желаний. То есть, вы реализуете с мужем свою мечту о идеальном браке. Мужчина реализует с вами свою потребность уже теперь в семье, в ребенке, возможно, в доме. В стабильности, в очаге, в хозяйстве, в обеспеченности, в определенности будущем. И когда у вас все вот это есть, вам кажется, что чувства мертвы. И они на самом-то деле действительно мертвы. По крайней мере, со стороны мужчин. Но когда вы полностью проявляется привычка. Я думаю, что не вы, не мужчина не способны друг друга услышать. Потому что вы обвиняете в чем-то мужчину. Мужчина в чем-то обвиняет вас. Он понимает, что вы как жена, как мать детей, как хозяйка, вы идеально. Но он не готов для вас что-то делать. А вам это уже недостаточно. Вы чувствуете, что вы живете не для себя. Вы чувствуете, что вы живете для него, для детей, но не для себя. И естественно терпеть это больше не может. Потому что я думаю, что для проверки чувств ваших не нужно слушать первых импульсов. Как, например, это делает мужчина. Дайте себе установку просто спокойно договориться. Что две или три недели побудете без каждой своей старой плавинки. Именно две-три недели. Не один-два дня, а именно вот такое количество времени. Чтобы по первой привычкам отошла на задний план. А на первой, чтобы вышли ваши желания, ваши потребности. Ведь вы, будучи друг с другом, в некоторой степени будете свободны. Каждый из вас. И вот эта свобода поможет вам понять, чего же вы, собственно, хотите. Наверное, лучше понять мужчине, чего он, собственно, хочет. Я полагаю, что если за такой большой срок любви у мужчины не возникло, то вряд ли еще может возникнуть. Но вот привычка взаимоуважения вполне могла быть. Только получилось, что привычка есть, а вот второго нет. А без второго нормальных отношений не построить. И потому, после того, как вот две-три недели пройдут, мужчина, скорее всего, вам скажет, что он хочет делать дальше. Либо он будет с вами много что-то делать, либо он не будет с вами, и вы сможете, наконец, жить дальше и встретить то счастье, которое всегда хотели. На этом, думаю, все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен.